Какие направления диэскалации местного и системного лечения? Ну, совершенно очевидная тенденция, и благодаря, с одной стороны, скринингу, ну, какой он есть, но все-таки все чаще являются небольшие опухоли. С другой стороны, успехи неодиуантно-системного лечения, лучевой терапии, вот, таргетного лечения, в последнее время иммунотерапии позволяют все чаще рассматривать не просто сохранное лечение, органно-сохранное лечение, но и в ряде случаев отказ от больших операций в подмышленной зоне и на самой молочной железе. Ну, надо сказать, что вот, когда мы делим на различные подтипы, биологические или химические подтипы, то обычно называются не меньше 4-5 подтипов. Хотя вот Сангален-21 в парте месяца выступающие говорили о трех подгруппах. Одна из них – это на основе экспрессии рецептов стероидных гормонов, вторая – экспрессии ФЕР-2, и, наконец, трежды негативных. Трезванные, хотя мы понимаем, что в каждом подтипе много есть и других вариантов, в одном – трежды негативным, до шести. Но это так как бы базовые. И, конечно, учитывая, что большинство опухоли-молочные железы гормонозависимы, по идее, по экспрессиям рецептов стероидных гормонов, то спрашивается, вот Сангален спрашивает, с какого, так сказать, объема, какой величины экспрессии рецептов стероидных гормонов, в частности, эстрогенов, следовало бы как бы считать как пороговым для начала, для проведения одевантной эндокринотерапии. Рассматривается как бы операбельный опухол. Ну, надо сказать, что вообще удивляет меня, что почти половина экспертов относят экспрессию, равную 1% от 1 до 10, как пригодную для назначения первичной эндокринотерапии. Ну, надо сказать, что и второй критерий оценки по типу пролиферации КИИ-67. Вот с какого порога эксперты рекомендовали проводить химиотерапию при гормонозависимой опухоли. И вот, в общем, нет ни одного голосования, достигающего хотя бы 50%. 30% одна треть экспертов оценивает, значит, 42%, что вот с этого уровня следует рекомендовать сначала химиотерапию, а потом уже длительную гормонотерапию. Но здесь обычная ошибка так же, что встречалось и раньше, что вот этот диапазон между 10% и 25% для КИИ-67, подавляющее большинство вот в этих рамках, а кто из них нуждается в самой химиотерапии предварительной, и кто не нуждается, оценить невозможно. Поэтому такое вот принято было решение, что если 5% и меньше, что встречается, в общем-то, редко, то химиотерапия не нужна. А вот если достигает 30%, то, конечно, сначала химиотерапия. То есть, видите, даже в рамках встречи экспертов есть, в общем, очень неясные, так сказать, предложения и рекомендации. Ну, в этих условиях всегда, зная, что существует много исследований, так называемых, в рамках патисазонной медицины, то есть молекулярно-генетических оценок, сигнатур. Это онкотайп ДЭЭКС, это исследования Тейлор-Экс и Экспондер, Миндах и так далее, очень много, не менее шести. Так вот, что показало вот исследование в условиях проспективных испытаний? Не ретроспективных, как вот у нас в России, два таких исследования ретроспективных, а именно проспективных, сначала на историческом, ретроспективном материале в течение пяти лет, но рандомизированных ранее пациентов, на получающих химиотерапию, до гормонотерапии и только гормонотерапию. И во следующие 5-7 лет, а вот теперь до 10 лет, проспективного рандомизированного исследования. Что показала вот эта оценка? Ну, трех важнейших сигнатур. Тейлор – это пациенты без метастазов, лимфозлов, 9-летней выживаемости. В группе промежуточного риска оказалось, что практически преимущество дополнительной химиотерапии до начала эндокринотерапии очень невелико, да и при том это в пременопаузе. Отличия очень небольшие. Если брать вот эту же систему, онкотайб-ДЭКС, и исследование РЭКС-фондер – это тот же критерий, но уже пациентов с наличием метастазов в лимфозлах, но не более чем в трех. Ну вот здесь тоже. Да, в пременопаузе есть отличия, отличие, если вот этот личный риск приближается к 25. Здесь на 5% преимущество дополнительного применения химиотерапии. А вот в исследовании МЕНДАХи в европейском, 70 сигнатур, прослеженных почти 9 лет, а сейчас уже и больше, оказалось только в группах высокого клинического риска и низкого риска по системе семи-сигнатуре. Но все-таки пятилетняя выживаемость 92%. И, по сути дела, мало что добавляет в химиотерапию, если не более чем в трех лимфоузлах метастазы обухоли. Надо сказать, что все вот эти вот три системы, они в основном все-таки прогнозируют и предсказывают на ближайшие 5 лет. Для гормонотерапии характерно, что часто эти события, то есть рецидивы, возникают уже после 5 лет наблюдения. И вот в этих условиях была разработана система BSI, там, в конце индекса, тоже в Америке. Там относительно немного, если 7 генов, часть из которых оценивают, слева, вероятность и прогноз заболевания, и вот эти два гена, их взаимоотношение предсказывает уже как бы эффективность эндокринной терапии в группе пациентов с не более чем метастазов в трех лимфоузлах. Эта система все чаще применяется в Штатах, потому что она охватывает 10 лет, что важнее для гормонотерапии, для гормонозависимых опухолей. Ну, посмотрим, будет ли это преимущество и дальше развиваться и при большем числе пациентов. И вот, если оценивается, скажем, клинически распространенный опыт в третьей стадии, и в то же время оценивается вот эта система, значит, Миндрак, Тейлор, Эрексфондер, Агапт, вот добавляет ли она что для оценки и планирования лечения эндокринной терапии или предварительной химиотерапии. Вот как голосовали? Если это первая, вторая степень злокачественности лагулярного долького рака молочной железы, даже в этих условиях, да, 48% считает, что сначала надо провести химиотерапию, а потом уже длительную гормонотерапию. А если это вообще низкая степень злокачественности, кисть 67, меньше 10%, даже и в этих условиях 37% считают необходимым сначала проведение химиотерапии. Надо сказать, что при этой стадии, скажем, в Российской Федерации и во многих европейских странах безотносительно, вот Адапт, Виндакт, Амепт, Тейлор, вот назначается химиотерапия. Даже при пациентах с экспрессией рецептов стероидной гормонотерапии. Ну вот здесь, видите, все-таки значительная часть считает, что особенно при шкале риска меньше 11, нет необходимости проводить предварительную химиотерапию. Ну, скажем, вот неодионтная терапия. Ну, здесь мы показываем тот слайд, который в Сан-Галине показывали. Это старая работа, она уже выполнена в 2000 году, опубликована в 2007 году в журнале «Канцер». Это известный английский химиотерапевт, исследователь Джонсон показал это. Да, так когда мы сравнивали гормонотерапию при постменопаузе с химиотерапией, отличий не нашли. Но в то время, кроме тамоксифена и ингибиторов «Арматаз», вообще ничего не было в других средствах, которые позволяли бы преодолеть резистентность. Но даже и в то время все-таки было показано, что число сохранных операций все-таки выше у пациентов, получавших только эндокринную терапию до операции, а не химиотерапию. Ну а сейчас, когда появились препараты, преодолевающие резистентность, конечно, вероятность более успешной гормонотерапии возросла. Но вот что странно, при голосовании задавался вопрос, а следует ли проводить геномную оценку по трепан-биопсии до начала неодеванта эндокринотерапии или химиотерапии, для решения вопроса, с чего начинать лечение. Распространенная опухоль, категория, третья стадия. Вот что удивительно, что 73% поддержали вот это. Но таких исследований-то еще нет. Вот поддерживать можно то, что уже доказано. Это очень важное направление, оно исследуется, но результатов пока нет. А есть предварительные данные. Ну вот тот же Стефан Джонсон докладывал, вот применение, скажем, в ряде исследований поэтих, адапт, не только препаратов гормонального, там, допустим, ингибитор ароматаза после менопаузы, но и тех препаратов, которые преодолевают резистентность. В частности, если это пиатрикеназа ингибитор, вот исследование таза Альпельисип, они уже опубликованы, эти работы, но при распространенных опухолях, при метастатических и неоперабельных. Вот недавно было это сообщение, уже опубликованное в аналогах онкологии, фулестрант, Усан Пелисип, великолепные результаты. Но это все неоперабельные опухоли. А следует исследовать, в том числе, ПАЛБАЦИКЛИП, АПЕМАЦИКЛИП при более ранних стадиях. И такая оценка начинается в неодевантных испытаниях. Вот три этих испытания. В части участвуем мы. И очень важно, что попытка оценить, вот, скажем, ингибиторы циклинозависимости КенАЗ-4 и 6, в четырех исследованиях, но два из них уже закончили набор пациентов, исследование ПАЛАС и МОНАРХИЯ. Раньше упоминали об этих работах. Одно из них не показало никаких преимуществ добавления ПАЛБАЦИКЛИП от исследования ПАЛАС. А в исследовании точно такая же группа пациентов, повседневная пауза, МОНАРХИЯ, МОНАРШИ. Там, наоборот, преимущество выживаемости среди пациентов, получавших наряду с ингибиторами ароматаза ингибиторами циклинозависимых КенАЗ, ремоциклим. А в исследовании он тоже еще не закончен. Мы участвуем. Но здесь пока, можно говорить, о тенденциях. Но будем надеяться. В исследовании ПАЛАХИЯ. Сначала была не в адювантотерапии, в том числе химиотерапии. А потом адювант. Отличий достоверных ни через 3 года, ни через 5 лет нет. Поэтому вопрос как бы открытый. Очень важное заявление Бурштейна, один из руководителей вот этой группы Сангалин. Он заявляет, вообще-то говоря, вот так, рассуждая о разных сигнатурах, включая онкотайбдекс, американск, маммапринт и так дальше. Что вот мы можем говорить о двух биомартерах, таких чувствителях, которые все-таки позволяют более-менее точно избрать терапию. Это рецепторы эстогенов и экспресс-ХЕД-2. Все остальные критерии, все-таки это критерия важная, но они показывают относительную чувствительность или резистентность к проводимому лечению. Поэтому сначала, дескать, надо ориентироваться на, особенно в странах развивающихся, на те критерии, которые, в общем, доступны и которые следует использовать. Не перечеркиваю, конечно, и вот эти современные доходы. Но, сказать, как-то не странно, хотя было очень много докладов в Сангале. Я думаю, вот здесь-то надо говорить о будущем, как назывался доклад, о том, как можно использовать достижения в иммунологии и иммунотерапии рака молочной железы, как следующий шаг в улучшении результатов лечения, увеличения выживаемости. Мы в свое время этим занимались, это уже было почти 40 лет назад. Вот эти ТИЛС, разные степени. Это был ретроспективный анализ, но он показал преимущество вот этой высокой экспрессии ТИЛС. Но потом об этом забыли. Мы обращались и даже в Академию, но кто тогда нас не поддержали. Сейчас это обязательный подход во многих серьезных клиниках. Вот даже и у нас. Вот мы вместе с патоморфологами, Анна Сергеевна только что докладывалась с иммунологами нашими, оценивали не просто ТИЛС, опухоль, интитрюшный импоцит, а их фракции различные. Ну как они влияют? Вот, допустим, CD3. Это очень позитивный тест, когда высокая экспрессия, высокая выживаемость, что делает оценка. Или, скажем, наоборот, регуляторные ТИЛС. Высокая экспрессия сопровождается, там сопровождается очень невысокой, даже низкой выживаемости этих пациентов. Что уже говорит о том, что там надо четко ориентироваться, связана ли это с ФОКС-ВИТ-3, вот регуляторная часть. И, скажем, проведение химиотерапии, которая приводит к резкому уменьшению уровня экспрессии CD4. Это может улучшать результаты лечения. Таких исследований еще пока мало, хотя можно уже говорить, что даже после проведения предоперационной химиотерапии чрезвычайно важно оценить в резидуальной опухоли, в том числе и экспрессию от ТИЛС, чтобы понять, как она коррелирует. Она коррелирует с полной регрессией, с полным исчезновением опухоли. И это очень важный признак, который важнее, чем степень злокачественности опухоли и другие признаки. И он доступен, в принципе, в любой клинике. Даже окраска просто эозин там и прочее, но обычно стандартная окраска, достаточно, чтобы посмотреть и видеть уровень экспрессии. К сожалению, два мощных исследования, особенно исследования ПАЖН-130, оценивающие значение ингибитора ПДЛ-1, отезолизумаба, вместе с химиотерапией, против одной химиотерапии. Он показывает хорошие результаты трехлетней, а теперь уже пятилетней выживаемости. А другое исследование с нашим участием, ПАЖН-131, ну, те же пациенты, трижды негативный рак, все те же признаки, но разные результаты. Нет отличий безрецидивной выживаемости. Общая выживаемость, ну, начинает расходиться, так сказать, в кривые. Может быть, через пять лет наблюдения, может быть, что-то выяснится преимущественно. Почему в ранние сроки? В одном исследовании хорошие результаты, в другом пока в ожидании. Ну, более ранние стадии, неодиантное лечение. В исследовании английском очевидный эффект, особенно при экспрессе ПДЛ-1, глиганда ПДЛ-1. Другое исследование, итальянское, ну, это тоже хенот, тоже хорошие результаты, безотносительно. Позитивные ПДЛ-1, негативные, все-таки преимущество применения ингибитора ПДЛ-1, в данном случае пембролизумаба, лучше, чем просто химиотерапия. А вот в итальянском исследовании с нашим участием здесь особых отличий нет, 3%. Притом, здесь, как бы, патологически, полный морфологический регресс, коррелируя с самой экспрессией ПДЛ-1, этого глиганда, но не с анти-ПДЛ-терапией, то есть не сатазазазумабом. Это настораживает. Но, правда, джианя оговаривается, что цель исследования была не оценка там полного регресса, что для иммунотерапии это не идеальный, так сказать, критерий, а оценка выживаемости. Ну, вот ждем оценки. Мы даже думали, когда готовили Сан-Кален-конференцию, что будет принят вот этот подход, то есть после неодевантотерапии, скажем, дюминальной опухоли, там заканчивается в конце концов применение фуллистранта, ингибитор цикленно-зависимых и нас, трижды негативно, безусловно, в конечном итоге это ингибиторы ПЛ-1, а тезолизумаб или тезолизумаб и такой же примерно подход, когда уже резистентность к от силе ТДМ тоже применение. Но при голосовании пока вот эти два последних подхода даже и не рассматривались. Единственное, с чем Сан-Кален согласился, что надо у всех определять уровень ТИЛС, опухоль и перешли импоцитов и учить его и в прогнозе заболевания и планировать. Ну, будем заниматься. И вот два вопроса для интерактивного голосования. Вот пациент 60 лет, после сменопауза, гормонозависимые, категория Т1Н1, то есть метастазы в лимфоузлах, но только в трех лимфоузлах, ограниченные. Вот какой подход выбирает химиотерапия последующая, эндокриннотерапия до 5 лет так и неисправлена. Да, до 5 лет ингибитороматаза так осталось. Или второй, эндокриннотерапия 5 лет и то без фаната, как всегда. 1,6, вот что бы могли предложить и за что проголосуют наши участники дискуссии. Пожалуйста. Это нужно ждать какое-то время, да? Как показывает практика, нам нужно немножечко подождать. Голосование идет. Следующий вопрос зададите. Да, Владимир Федорович, сейчас буквально все проголосуют, потому что есть нужно время. Проголосовали, да? Владимир Федорович, тогда выведите, пожалуйста, на экран результаты голосования. Владимир Федорович, вот вы видите результаты голосования на экране. На экране. Так, я могу сказать, что 67% проголосовали за химиотерапию с последующей эндокринотерапией до 5 лет ингибитора ароматазы и 33% за эндокринотерапию ингибитора ароматазы плюс остеомодифицирующие агенты. Неплохо было. Так, тогда следующий вопрос. Уже премия на паузу. Ну, предлагается вариант химиотерапии, последующей эндокринотерапии, ну, как обычно, этилет, если это ингибитор ароматазы, плюс золотых с каждой тысячи и бисфосфоназы. Или второй вариант, тоже премия на паузу, гормонотерапия, ингибитор ароматазы, плюс супрессиво и бисфосфоназы. Это этилет. Пока голосование идет, голосование идет, голосование запущено. Сейчас вот просто, сейчас пока идет голосование. голосование идет потихонечку, да? Напоминаю, что окно для голосования появится у вас автоматически справа от окна плеера на странице эфира. Чтобы его увидеть, вам необходимо выйти из полноэкранного режима просмотра, если таково у вас открыт, и выберите более подходящий вариант. Да, сейчас нам выведут результат, я вам их прокомментирую. Я покажу голосование, потом Сангарин, как голосуют Сангарин. То есть все проголосовали? Так, Владимир Федорович, большинство отдали за вариант химиотерапии с ингибиторами роматазы плюс золадекс и бифосфонаты. Вот сейчас слайд голосования Сангарин. Как видите, вот Сангарин скажет, ну, она в значительной степени совпадает с некоторыми голосующими Сангарин. Но здесь еще не видно даже текстов. Важно то, что в посменопаузе, вот и доклады, и вот это голосование, в посменопаузе при наличии не более чем трех метастазов за химиотерапии. Значит, эксперты в основном не рекомендуют проведение химиотерапии, даже и в этом случае, а рекомендуют проведение только эндокринотерапии в течение пяти лет. Вот, хотя есть часть, которая голосовала одна треть за предварительную химиотерапию, испугавшись, так сказать, что есть битостазы в трех, ну, в одном трех лимпоузлах. Значит, Сангалин уже в течение нескольких лет, в том числе и Сангалин, вот, который был два года назад, 19-й, и 17-й, утверждает, что не надо вот в таких случаях ориентироваться только на наличие региональных битостазов, если это одиночный битостаз. Что вот сама принадлежность, допустим, по онкотайп ДЭЭКС к низкому риску уже говорит о том, что большого выигрыша дополнительной химиотерапии нет. Почему в Европейском Союзе, особенно в Америке, резко сократилось число пациентов, получающих одевантную и неодевантную химиотерапию? И именно после вот этой оценки недостаточной эффективности ахимиотерапии вот в этих режимах. У нас, смотрите, вот это пока это вот беда, что как только вы видели хоть один метастаз в лимфоузлах, обязательно, безотносительно при посменно паузе будет назначено сначала ахимиотерапию. Это как правило. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!